всем привет как всегда благодарю вас за то что вы здесь за то что вы пишете комментарии за то что материально поддерживаете канал продолжайте в том же духе это очень радует меня если радует меня то будет радовать и вас дорогие мои друзья ну а дело не в материальной поддержке дело в общении общение самое интересное из того что здесь между нами происходит и между вами напоминаю существование плейлистов не буду рассказывать что это такое зачем и почему просто посмотрите все поймите сами там все понятно без моих объяснений во дворе у меня меняют плитку поэтому посторонние шумы могут возникать время от времени но замена плитки это хорошо мы с этим живем уже много лет мы с этим свыклись люди зарабатывают деньги это прекрасно им есть чем кормить детей на что покупать себе одежду автомобили строить загородные дома покупать недвижимость другую и 5 10 и летать в космос это все очень хорошо я люблю нет нравится жизнь такая ну а я сегодня гулял там там где меня плитку у нас и неожиданно для себя стал напевать мелодии которые заполняют вот эту замечательную пластинку группы gentle giant the power and the glory 1974 год шестой альбом коллектива удивительного и прекрасного кому-то он кажется сложным мне не кажется мне он с самого начала не казался сложным когда мне было лет 16 наверное или 15 я впервые услышал gentle giant и он мне показался сложным мне показался безумно красивым я имею ввиду гиганта да на самом деле я имею ввиду музыку музыка не показалось никакой мне замороченной она была для меня абсолютно понятной читаемые удивительно прекрасные и таким казалось таким лабиринтом по которому идешь идешь и все время перед тобой открываются разные какие-то картины удивительные пейзажи растения животные люди персонажи из книг это я показываю книжку гарганчуа и пантагрюэль если кому интересно что я читаю перечитываю между прочим полезная вещь так вот персонажи из книг мультфильмов художественных фильмов и много 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 разных сущностей название которым просто еще не придумано вот эта музыка gentle giant такое такие у меня были ассоциации никаких таких сложностей хотя технически конечно она невероятно сложно не побоюсь повторять вот это это слово и это скажет любой музыкант любой композитор классический не эстрадный какой угодно потому что тут и контрапункт полифония наше все здесь все присутствует причем во всех альбомах даже в самых поздних которые многие любители так называемого прогрессивного урока считают попсой позорным там все как надо это нога кого надо нога никаких там этих улюлю там даже близко не лежала аля-ля так вот the power and the glory самый можно сказать тяжелый альбом группы gentle giant хотя я недавно тоже стал думать а уместно ли вообще в принципе определение тяжелый применять к музыке же тяжелый тяжелые легкие это физика а музыка это никакая не физика это абсолютно разные сущности не пересекающиеся между собой разные разные формы бытия и музыка тяжелая легкая какая она я не знаю но принято считать если перегруженная гитара с басом играет в унисон или там в интервал вместе с барабанами музыка тяжелая громкая громкая правильно говорить на самом деле ну пускай быть тяжелым чем она самая роковая самая хард роковая если можно так вообще говорить о музыке gentle giant чуть не сказал самая прямая нет не самая прямая далеко не прямая но она очень тревожная и вот эта тревожность и минорность она все-таки в сторону чистого рока немножко сдвигает музыку gentle giant на этом альбоме в отличие от всех предыдущих типа там октопус free friends и так далее like you in the taste который обожал кстати андрей свинпанов и киринда тест он говорил что это вообще любимая пластинка главный панк советского союза а здесь тревога напряжение и какой-то даже страх иногда одолевает меня когда я слушаю этот альбом хотя мелодии удивительные игры я же их напевал ходил по улице сегодня поэтому решил показать вот эту пластинку и поболтать сижу болтаю если вам интересно это слушать все дарик шульман говорил что если сравнивать развитие группы с жизнь человека то прямая параллель до детства отричество юность зрелость старость вечность куда эту пластинку он относил к периоды зрелости и говорил что говорил говорил да что в принципе это наверное пиковая точка развития группы хотя многие любители прогрессивного рока так называемого с этим не согласятся они считают что пиковая точка была раньше это первые четыре альбома но здесь все мастерство группы вся композиторская фантазия виртуозное исполнение аранжировочные просто даже не мастерство а какая-то база аранжировочная которая у них сложилась немножко улеглось вот детский детский задор детский энтузиазм такой неистовый чуть-чуть при газ притух а появилась зрелость мускульность брутальность и вот этот самый рок и все это вместе сложилось удивительно цельное произведение до павельна glory и следующий альбом free hand который кстати уже есть ролик про него два моих любимых наверное альбомы на сегодняшний день у этой группы я беру на сегодняшний день потому что с с возрастом с изменением политической обстановки с изменением настроения приоритеты тоже иногда передвигаются сегодня у нас любимый альбом один а завтра нас любимый альбом другой зависит от настроения все на самом деле в общем пластинка жесткая пустая скажу жесткая и те кто любит а жестче тем она будет в самый раз при условии если они никогда не слышали gentle giant до сей поры это издание это ремастеринг стивена лилсома здесь есть одна песня вот там начали по плитке ездить хорошо одна песня здесь не обозначена в кредитах идет бонус треком она называется the power and the glory в оригинальном издании ее нет в оригинальном издании 8 песен и здесь так и написано всего 8 песен в кредитах а the power and the glory не обозначена она такая веселенькая в конце если вам попадется вот это издание вы услышите это что неожиданно будет может здесь вот вели дикшери последняя четвертая на второй стороне а потом бум и пятая вдруг начинает играть веселая очень здорово ну на самом деле как я сказал пластинка тревожная почти мрачная жесткая но настолько закрученная как всегда у gentle giant что путешествовать по этой музыке одно сплошное удовольствие но я напевал ходил да это говорит о том что мелодии здесь все-таки они читаются гораздо легче чем те мелодии которые были прежде в gentle giant мелодии и не скажу что они выпрямлены они более конкретны более очеловечены и не во всех песнях ну например proclamation первое полотно которое начинается с тревожных фраз органы тире синтезатора тари-тари-тари нервно очень нервно очень нервно тревожно и чувствую что что-то что-то не то в этом мире и пластинка то она посвящена как раз отношению человека и власти тому что такое вообще власть и как она человека это самое это мы все знаем как и вот это самое proclamation она если бы она не была такой монументальной и длинные она была просто идеальным синглом после настоящий хит роковой очень сложные переклички гитары баса клавишных поперек идет вокальная линия как всегда у gentle giant очень интересно очень круто а следующая вещь если первая вот эта proclamation она условно говоря хитова это следующее это просто уже вот откровенный gentle giant это такая сложность ритмическая что сиди считай доли куда попасть где где ударить по тарелке где взять ноту на бас-гитаре где на клавишах настолько все разнесено где запеть неожиданно все так разнесено и вместе с тем сложено что какой-то такой вот не скажу что авангард на симфоническое произведение но сложная современная серьезная музыка по-настоящему зато aspirations дальше идет прекрасная баллада кенни минера красоты неземной музыка под вокалом тоже не жужу жужу а как будет сказать дискретная как и как все что сыгранную gentle giant перекличка идет тут и вот из этого складывается такое вот такое оркестровое сопровождение и очень красивая баллада play in the game который завершает первую сторону интересно использование перкуссии в качестве перкуссии использована скрипка и по скрипичным струнам бьется барабанной палочкой и получается звук перкуссионный абсолютно но с таким тоном с таким тембром очень интересно контрапункт такой здесь и играется целая партия на этой штуке перкуссионная ну кроме этой перкуссии много другой перкуссии и много чего еще а песня в принципе она такая можно сказать уже почти роковая почти почти понятная но не совсем потому что ближе к финалу соло на органе шизофреническое такое что сразу дышится легче ну нет это все таки не это все таки не black sabbath это все это все таки музыка музыка сфер да очень здорово cox and cox на 2 стороне 1 дико мне нравится чуть не сказал моя любимая песен этом альбоме нет здесь меня нет любимых песен они все мои любимые здесь нет самый любимый они я обожаю здесь все вот cox and cox начинается с такой тоже музыкальной истории вроде понятной вроде читаемый да понимаешь но но она такая напряженная и такое ощущение какой-то скрытой шизофрении что-то в подсознании она какая-то она тревожит будоражит она не дает спокойно расслабиться невозможно расслабиться под нее оказалось бы под музыку джентл джент лежи и кайфуй да там панта гуэль и панурк привет там встреча все интересно да сказки средневековье а здесь такое вот такой вот свербит жужжит а это вот не не тембрами жужжит а нотами такие вот диссонансы так некомфортно и при этом дико интересно что же будет дальше и разрешение этой шизофренической истории в начале раз пошел голос красивая мелодия в хорошем смысле поп мелодия бас громко ярко конкретно и на этом выстроена в принципе вся пластинка потому что вот эта музыка джентл джент существует как существовало всегда своих заворотах а голосовые мелодии очень очень понятные и они так просто поднимают на над суетой вот этой вот власти и славы денег и силы power and the glory что человек поет человек артист художник поет и существует над этим всем дерьмом год очень и очень хорошо ногу нога цена следующий номер джентл джентл показывает мастерство своего вокального ансамбля если говорить о вокальных группах то для меня джентл джентл это номер один по вокалу очень сложно очень красиво и неповторимо абсолютно the face предпоследний номер с дикой скрипкой перекличка скрипка сги скрипки с гитарой очень странно опять-таки внятная голосовая мелодия и дикое бешеное соло на гитаре гарри грина в конце просто неожиданно и неожиданный рок пошел но но не пентатонический как мы любим еще blackmore а абсолютно другой и велю дикшери завершает эту пьесу перекличка с началом пластинки но еще мрачнее еще мрачнее тревожнее и обрывается разбиванием всего и вся все кончилось бац пластинка кончилась но спасает бонус трек до павла энда глори веселенький так что это великолепный альбом я его очень советую и пошел пить пока